Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Комната смеха Здрасте, вы тут кушаете, да? Попсень, а на моей стороне трава вкуснее Ой, чего кричишь? Да в траве, гусеница, кривая Попсень, слезь с меня О, на тебя похоже Сейчас ты сам будешь кривой Нет, Попсень, там правда кто-то сидит Хорошо, сейчас посмотрю Не надо, Попсень, не ходи Ой, здрасте Извините, что потревожил, я пойду ты его видел пойдем отсюда чего бежим подожди меня что случилось там в траве какая-то гусеница сидит страшно кривая она на кривого пупсеня похожа нет на тебя похожа ух ты а где я тоже хочу посмотреть там на нашей поляне в траве идем лунтик посмотрим а может не надо мы с попсенем туда точно не пойдем да что-то никого нет наверное гусеница в траве прячется давай посмотрим никого что она там ними нет там никаких гусениц наверное ушла нет там кузнечик сидит с огромными глазами охотничьи ах вы чего нас пугаете это вы пугаете там такой сидит глазище у этого вот такие а лапище вот такущий а у сищих это у кого такие лапы кузя видел толстого кузнечика вон там в траве и что же он оттуда не выходит не знаю я поняла вы меня разыгрываете хотите напугать а вот и нет сходи и посмотри да что то не хочется мы с пчелёнком боимся пусть сам выйдет может он нас тоже боится а может его покормить тогда он выйдет а что он ест а давайте каждый принесет что-нибудь поесть давайте хорошо вот я пирожки принес а я цветок притащил а я нектар принес а я куличик принесла здорово а кто пойдет а чего я не я там уже был пусть мило сходит я нет мне страшно а пусть пчелёнок пойдет и отнесет нектар точно нектар это самое вкусное хорошо здравствуйте я вам нектар принес хотите попробовать ой у вас уже есть нектар значит вы не голодный тогда я пойду до свидания ну как кто там пчелёнок он не взял вкусный нектар у него уже есть нектар ого а откуда у этого кузнечика нектар нет там не кузнечик там пчелёнок сидит ух ты еще пчелёнок сколько же в траве кузнечиков и пчелят сидят а пойдемте все вместе и посмотрим хорошо ого это же капля росы а это я смотрите какое чудо красота ого это же я только голова огромная а у меня голова маленькая и я толстый ой посмотрите какая я красивая дай мне посмотреть мех по Лунтик, Узя, привет, вы к нам? Поиграть? Мы с удовольствием Только Пискарю Ивановичу ласты вернём Мы обязательно с вами поиграем Лунтик, смотри, а вот и Пискарь Иванович Ах, какая красота! Настоящее морское дно А ведь мои далёкие предки жили в море Они были морскими черепахами Это просто чудо! Восхитительный осьминог А какие замечательные рыбы! Ах, морской конёк! Благодарю вас, Пискарь Иванович Сегодня же верну вашу драгоценную книгу Не спешите, не спешите Любуйте сколько угодно Нет, нет, непременно занесу вам нынче же вечером Спасибо, Пискарь Иванович! Ласты – это вещь! Нам очень понравилось в них плавать А что, тётя Моти и правда морская черепаха? Да, но, к сожалению, она никогда не видела настоящего морского дна Так вот, сделаем для тёти Моти Настоящее морское дно Поможете? С радостью! Конечно! Мы поможем! Вдруг она вообще из дома не выйдет Должна выйти Она обещала книгу вернуть Ну, надо же! Книгу-то я и забыла Такая стала рассеянная Здрасьте! Здравствуйте, дети! А вдруг тётя Моти скоро вернётся? Давай так Ты украшаешь пруд, а я отвлекаю тётю Мотю Ещё раз благодарю, Пискарь Иванович Всех благ, любезнейшая тётя Мотя Всех благ Быстро плыви к Лунтику Узнай, долго ещё? Ой, тётя Мотя, здравствуйте! А я вас давно ищу Здравствуй, Кузя Слушаю тебя А я тут Ну, вот Мы с мальками песенку придумали Хотели вам спеть Тётя Мотя проплывала Всем конфеты раздавала А потом пустилась в пляс То ли в польку, то ли в вальс Спасибо, Кузя Очень хорошая песенка Тётя Мотя, подождите Ещё не всё О, у нас ещё танцевальный номер Ох, ох, как голова кружится Пойду прилягу Тётя Мотя, стойте, подождите А как же Невероятно О, чудо Наш пруд превратился в море Так Лунтик, Кузя и мальки Сотворили для тёти Моти морское дно И с тех пор она часто выходит из дома Воображая себя настоящей морской черепахой Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Мирный путь Мотик Сколько пыли Сейчас мы её выбьем Вот мы и справились Бабуля, можно я теперь пойду пускать кораблик? Конечно, Лунтик Во, Пупсень Гляди, какой кораблик у Лунтика Ух ты! С парусом! Давай попросим поиграть немного Зачем просить? Сейчас заберём И будем играть сколько захотим Лунтик, привет! Куда идёшь? Здравствуйте, Вупсень и Пупсень Вот иду кораблик пускать в ручье Странный он какой-то Дай-ка посмотреть Ничего, хороший Ну, пока А кораблик? Хе! У нас останется! Отдайте, пожалуйста, мой кораблик Теперь он не твой, а наш Ха-ха-ха! Но... Лунтик, наконец-то! А где кораблик? Гусеницы отняли Как это, Отниль? Что же ты ничего не сделал? Надо было их вздуть! Как это? А вот так! Так? Ты что, драться не умеешь? Нет Надо учиться! Без этого кораблик не вернуть Так не годится! Как бы тебе это объяснить? А че? Фу, сколько пыли! Надо её выбить! Вот оно! Молодец, Лунтик! Так их! Так их! Вот так! Я первый буду его пускать! Бей! Сильней! Теперь эти гусеницы узнают, что ты можешь делать! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Ой... Влепли! Бей, бей! Сильней! Добрый день, ребята! К соревнованиям готовитесь? Нет! Я учусь драться! Драться? Гусеницы отобрали у Лунтика кораблик И мы хотим вернуть его обратно Ребята Что вы говорите Дракой проблему не решить Неправильно делать другому больно Больно? Так я что, должен буду гусениц так бить? Ну, в общем Должны же мы вернуть свой кораблик Но я никому не хочу делать больно Я не буду драться Правильно, Лунтик Драться самое плохое Что можно сделать? А что еще можно сделать? Позволить гусеницам разгуливать с нашим корабликом? Можно решить все мирным путем Поговорите с ними Предложите пускать кораблик вместе Ага, мирный путь Так они и согласились Согласятся или нет? А я все равно попробую Ага, вот вы где Не надо, не бей нас Что вы, я никого не собираюсь бить Давайте решим все мирным путем Зачем вы отобрали у Лунтика кораблик? Мы просто хотели поиграть Что же вы не попросили? Мы ведь можем вместе это делать? Хотите? Сейчас мы поможем вам выбраться А-а-а… А-а-а… Опять порвали мою паучину А-а-а… Не бейте нас! Давайте решим это мирным путем Э… 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 Что это с ними? Постоять за себя и за своих друзей очень важно. Но драться при этом вовсе не обязательно. Порой достаточно просто доброго расположения, чтобы выйти из любой ситуации. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Извинились. Эй, Пупсень, кончай траву жевать. У нас теперь много других дел. Каких еще дел? Я только что подслушал разговор учительницы и мамы Жучков. И учительница сказала, что если ребенок сделал что-то плохое, но потом попросил прощения, то его обязательно надо простить. Представляешь, как теперь можно повеселиться. И нам за это ничего не будет. Прощение попросил и все. Хм, а если это только учительница так считает? Вдруг другие не захотят прощать? Вот сейчас мы это и проверим. Вупсень, разве ты не знаешь, что нехорошо брать чужое без спросу? Ой, а это ваши ягоды? Что я наделал? Баба Капа, простите меня, пожалуйста. Как я мог так поступить? Эээ, ты, наверное, просто проголодался. Ничего страшного. Вот, возьми. Спасибо, Баба Капа. Хе-хе-хе-хе. Ну что, видел? Здорово! Теперь моя очередь. Мила, угадай, что я тебе принес. Ах, конфетка. Давай ее пополам разделим. Нет, это тебе. Пчеленок, я же не могу съесть всю конфету одна. Привет! Очень вкусно. Это же Милина конфета. Милина? Ой, я все испортил. И зачем я ее съел? Простите меня, пожалуйста. Ах, какой я растяпа. Пчеленок, прости. Я не хотел вас обидеть. Ну ладно, ничего. Спасибо, что ты меня простил, Пчеленок. Я никогда этого не забуду. Никогда. Ха-ха-ха-ха. Посмотрим, что у нас интересного сегодня в лесу происходит. Ага, муравьи опять затеяли плотину строить. Так. Ага, муравьи опять затеяли плотину строить. Хм. Штрах. Штранно. Так что же это за безобразие? Пупсень! Пупсень! Отдайте доски! Мы сейчас взрослых позовём! А ну-ка верните ребятам доски! А, так это их доски? А мы думали общие! Ну простите нас! Простите, мы не хотели! Пойдём, Пупсень! Ах, вот в чём дело! Подождите! А чего ждать-то? Мы же попросили прощения! И вы считаете, этого достаточно? Конечно! А разве ещё что-то надо? Попросить прощения – это ещё не всё! Самое главное – исправиться! И больше не делать ничего дурного! А вы, пользуясь тем, что все вас прощают, безобразничайте целый день! Так не пойдёт! Но мы… 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 Придётся вам исправляться! И начиная с этого момента совершать только хорошие поступки! Гусеницы весь день трудились, не покладая рук! И все были ими очень довольны! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Невидимая грязь! Ага! Сдавайся, дракон! Тебе меня не победить! Я тебя съем! Я злой и очень голодный! Кто тут злой и голодный? Идите обедать! Ура! Ура! Обедать! А руки кто будет мыть? Ребятки! Ну-ка, помогите мне дотащить это до кладовой! Я вот на улице ягод набрал! Стойте! Руки мыли? Конечно! Вы же сами видели! А после корзины? Зачем? Надо! Корзина же грязная! Но, баба Капа, смотри! Руки совсем не испачкались! Испачкались! Просто эта грязь невидимая! Ты что-нибудь видишь? Нет! А ты? Я тоже не вижу! По-моему, никакой разницы! Баба Капа! А ты невидимая грязь! Можешь увидеть? Что ты! Невооруженным глазом ее не видно! А как же быть? Я знаю, чем можно вооружиться! Ну как? Что-нибудь видишь? Не-а! Может быть, тут темно? Да! Давай подойдем к окну! О! Теперь у тебя на руках наверняка есть невидимая грязь! Дай-ка я гляну! Ну как? Видно? Ничего не вижу! Очки не работают! Вот что подойдет! Нет! Через лупу тоже не видно! А что же может увеличить еще больше? Шершуля! Не мог бы ты ненадолго оторваться от своей трубы? Помоги мне, пожалуйста, белье развесить! Подзорная труба! Иду, Капочка! Эх, ничего не видно! Надо ее снять! Ну как? Ничего не вижу! Дай я посмотрю! Вот! Ой! Что это? Что здесь происходит? Зачем вы трубу сняли? Вы же могли ее разбить! Мы хотели рассмотреть невидимую грязь на руках! Но ее даже через подзорную трубу не видно! Мы уже все извалялись! А этой невидимой грязи все нет! Ох, ребята! Для того, чтобы увидеть эту грязь, подзорной трубы недостаточно! Тут нужен микроскоп! Шершуля, покажи им! Это и есть микро... Как его там? Микроскоп! Он такой маленький! Гораздо меньше подзорной трубы! Зато увеличивает в сто раз больше! Ого! Готово! Можете смотреть на свои руки! Ну-ка! Это что?! А? У меня такое на руках! И у меня? Ужас какой! Ребята, ягоды будете? Ага... Только руки помоем! С тех пор Лунтику и Кузе уже не нужно было напоминать о необходимости мыть руки перед едой! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Вот так! Надеюсь, Лунтик, ты донесешь мою вафельницу в целости и сохранности! Спасибо, тетя Тимотя! Конечно, донесу! Ура! Сегодня бабуля испечет нам вафли! Ура! Вафельница Нет, такие глупые! Чтобы бабочка написать! Тадам! 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 Трабо тебе и жевать! Здравствуйте! Привет! А что это у тебя в корзинке? Да! Чего несёшь? Вафельницу! О! Мы тоже хотим вафельницу! Но я её в обикапе несу! Да ладно! Поделись хоть кусочком! Не могу, я должен донести её в целости и сохранности Ах так, отдавай вафельницу, разделиться не хочешь Стой, жадина, стой! Стой, Лунтик, стой, кому говорят Отдай, отдай вафельницу Отдай, ой, 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 ой Не могу, не отдам Ой-ой-ой, ай Мы всё равно тебя догоним Догоним и заберём её Стой, лучше остановись Ай, ай Мы тебя всё равно поймаем Да, поймаем Стой, кому говорят Стой Ага, попался Что тут происходит? А, 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 а А чего он жадничает? Я? Мы же маленький кусочек попросили, а он... Ай Ааа Ха-ха-ха Ааа Это ж несъедобно Железяка какая-то Ты зачем нас обманул? М-м-м, мой зуб Так это что, сковородка, что ли? А мы думали, вафельница Это что-то вафельное Нет, ребята Вафельница Это такой кухонный прибор Для выпечки вафель Значит, мы вот эту штуку, ха-ха-ха, сковородку эту хотели съесть Так вы решили, что вафельница это вафли? Ха-ха-ха, а я-то подумал, зачем она вам? Ну вот, теперь мне все понятно Вы гонялись за Лунтиком, чтобы съесть вафельницу Да, глупо получилось Ты, это, извини Ничего страшного Главное, что вафельница тети Моти цела Конечно, мы от нее ни кусочка не отгрызли Ха-ха-ха-ха Ну что, будем печь вафель? Поможете? Конечно, конечно, поможем Так, готово А теперь самое интересное Ух ты! Вафля! А теперь вы Крем и ягодка Красота! А можно мы тоже попробуем? Пожалуйста Конечно, вопсень с попсенем всех насмешили Но зато теперь все знают, как важно понимать значение слов А салатница, это не гора салата Да, это такая специальная большая миска! Ха-ха-ха! 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 Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей Хэ-х, привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ха-ха-ха! 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 Обожаю всякие соревнования! А знаешь, Лунтик, что в них самое главное? Что? Победа! Ну, не знаю, я просто люблю соревноваться Это весело! Привет! Что, тренируетесь? Да так! Разминаемся слегка! Зачем нам тренироваться? Мы и так лучше всех катаемся! Но это мы ещё посмотрим! А чего смотреть? Мы победим! Не хвастайтесь раньше времени! На старт! Внимание! Марш! Вперёд, ребята! Лунтик! 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 Вперёд! К победе! Эх, обогнали! А что, если срезать? Ну, и где там они все? Не видно никого! Ничего себе! Это как же! Ура! Молодец! Кузин чемпион! Поздравляем, Кузин! Ура! Молодец! В сегодняшних гонках победил Кузя! Поздравляем! Ура! Поздравляем, чемпион! Поздравляем! Ура! А вечером ждем всех на чай в честь победителя! Ура! Пойдемте на нашу поляну, поиграем в мяч до вечера! Или куличиков налетим! А может, в прятки? Вы идите, я скоро приду! Как же так получилось? Так старались и продули! Да не ной ты! И без тебя худо! Ну что, чемпионы, победили в гонках? А как хвастались! Остались! Мы лучше всех! А ну, летите отсюда! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Кузя, ты гусениц не видел? Я их хочу на чай позвать! Они там, на пруду! Спасибо! Иди скорее к нам! Там такой пирог! Да я, пожалуй, не пойду! Как же так? И почему ты грустишь? Ты же победитель! Эх, Лунтик! Да какой я победитель? Я обманщик! Что ты такое говоришь? Понимаешь, Лунтик? Пойдите! А, победитель! Проходи к столу! Я... Я хочу сказать! Я не победитель! Что ты такое говоришь, Кузя? Ну, пойдемте, пожалуйста! Там все уже собрались! Только вас ждут! Да, нехорошо получилось! Но ты молодец, что все честно рассказал! Правда? Конечно! Теперь мы сможем отдать победу тем, кто ее заслужил! Скорее бы! Нет сил смотреть, как им грустно! А вот и мы! Слово предоставляется Кузе! Я хочу признаться, что я... Что я... Ну, в общем, я путь немного срезал! Так что победили вопсень и пупсень! Поздравляю! Молодцы! Это... Мы что? Это... Победили, что ли? Пупсень, ты слышал? Мы выиграли! Я знал, что мы лучше всех катаемся! Ура! Как были рады гусеницы! А Кузина совесть успокоилась, и теперь он был тоже рад! И за себя, и за гусеницы! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok! Редактор субтитров А.Семкин